В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... На Земле потребовалось создать систему, которая обеспечивает связь с космическими аппаратами и позволяет осуществлять управление ими. И сегодня мы побываем в бывшем центре системы спутниковой связи, входящей в состав главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами. История главного испытательного космического центра имени Ситова началась в мае 1957 года при подготовке к запуску первого искусственного спутника Земли, созданием комплекса измерительных средств и средств связи для осуществления контроля и управления космическими аппаратами. Тогда в эту систему вошли центр руководства и координации и 13 контрольно-измерительных пунктов, расположенных в разных частях СССР. Средствами этого комплекса 12 апреля 1961 года осуществлялось управление полетом первого в мире космонавта Юрия Гагарина. А с 1967 года центр был передислоцирован из поселка Болшево в поселок Голицыно-2, теперь город Краснознаменск Московской области, являющийся сокрытым территориальным образованием, где и по сей день находится центр управления полетами непилотируемых космических аппаратов, в том числе и военного назначения, и где находится заброшенное здание системы спутниковой связи, в которое мы и отправимся. И вот мы уже внутри здания, и на первый взгляд кажется, что это обычная заброшка, которая просто завалена различным мусором и не представляет из себя ничего особо интересного. Но на самом деле это здание когда-то обслуживало ракетно-космические войска нашей страны. Здесь вот рядом с одним из окон находится станок, уже полностью заршевевший. А вот практически в первом уже помещении, куда мы попали, встречается символика, которая красноречиво говорит о принадлежности этого объекта, о принадлежности этого здания к военно-космическим силам Российской Федерации. Интересно, что во многих помещениях вполне сохранилось оборудование, старое оборудование, которое использовалось еще во времена, когда это здание работало по своему прямому назначению. Вот здесь вот, например, щитовые, здесь ввод электрических кабелей. Соответственно, к полу сделаны приемки для того, чтобы эти электрические кабели проходили от ввода в здание, и здесь по щитовым распределялись кабели практически все мы здесь видим подключены, то есть это все сейчас электрооборудование действующее. Одно из помещений напоминает скорее склад какого-то автосервиса заброшенного, нежели бывший военный объект. Множество запчастей от автомобилей, множество частей салона автомобилей, обшивки салона, печки. Интересно, что помимо прочего барахла в коробке здесь можно видеть сваленную грудой художественную литературу. Марк Твен, Виктор Гюго, «Тысяча и одна ночь», Шарлотта Бронта Джейн Эйр. В общем, такая чисто домашняя подборка художественной литературы. Среди вот этого автомобильного хлама А вот тут находилось какое-то оборудование. Причем сейчас оно заботливо прикрыто целлофаном, чтобы защитить его от влаги. Освещение озона. А зона, В, Б, уличное освещение. Ну, пока это похоже просто на управление потребителями электроэнергии. Здесь вот уже интереснее аппаратные идут по номерам. Кстати, в здание заходят кабели под напряжением, и здесь находится трансформаторная подстанция. Вот здесь вот даже можно видеть, работает все это под напряжением. Вольтметр показывает 400 вольт. Холодильная установка. И вот кабели, которые заходят сюда, внутрь помещения. Здесь находится вентиляция. При том, что указано, что сам вентилятор отключен, выведен из эксплуатации. То есть вот эти вот шкафы, они уже не работают. Они сейчас не используются, не функционируют. И отсюда осуществляется управление потребителями электроэнергии. Причем вот эти как раз электрические шкафы, они в рабочем состоянии сейчас находятся. Здесь же рабочий современный счетчик электроэнергии. Тут когда-то была дежурная часть, а в последнее время, видимо, подсобка дворников. И вот такой замечательный моток колючей проволоки. Вот как ее поставляют, очевидно. А тут она сейчас хранится для того, чтобы заделывать залазы от таких, как мы. Делительный для пунктов канала. А, ну да, вот. Электроизоляционного материала. То есть это электрические короба. Новенькие, запакованные. А здесь типа распаечных коробок, похоже. Вряд ли это получится открыть. Равно. В коридоре мы наткнулись на такой же сейв, но открытый. И, конечно, в нем ничего интересного уже нет. Остатки старого электрооборудования. Единственное, что может быть, представить какой-то интерес, это журнал. Сборник инструкций. И вот он, главный вход. Тут находилась дежурная часть. Ну, а мы потихонечку продвигаемся. Надеюсь, к самому интересному. В этом здании, на этом объекте. И задача у нас попробовать выбраться на тарелке. И вот достаточно интересное объявление. Решение о выводе контруправления, снятии с эксплуатации и порядке дальнейшего использования системы спутниковой связи, связка. И датированное 2010 годом. То есть, в 2010 году здесь все функционировало еще по своему прямому назначению. Здесь, например, календарик 2009 года. Здесь какие-то стойки были с оборудованием. Похожим на оборудование АТС, возможно. Через такой проем с первого этажа, точнее, с технического этажа промежуточного, который мы по центральной вестнице прошли, сюда заходили кабели. Здесь же сейф, в котором уже ничего не осталось. Да, вот здесь, конечно, интересное место. Здесь сложена вся, практически вся техническая документация по этому объекту. Все в нетронутом виде. За разные периоды времени. Здесь нет паспортов? Ну да, просто нельзя понимать. Просто куча документации. Все отверстие заполнялось. Надо пересняться, по-моему. Монератор телевизионных измерительных сигналов, анализатор спектра. Здесь стоит обратить внимание на комментарии к этому документу. Это протокол о списании имущества данного объекта. И очень интересный комментарий к нему. Согласование, мол, сам себе подтверждает расход материалов. Приемы сгнили, кровли, крыши, течет на 98%. 75-й год постройки. Я так понимаю, что речь идет, наверное, об этом здании. За последние 14 лет ремонтной работы обслуживающим организациям не проводились. Из-за проседания зданий гидроизоляция. Основание нарушено. Подвальные помещения затоплены грунтовыми водами. Система слива, ливный уход прогнила. Система тепловода, снабжение в аварийном состоянии. Дверные и оконные проемы сгнили. Кровли, крыши, течет на 98% площади. Все возможные работы по устранению аварийных ситуаций производятся силами личного состава. И тут же старая документация. За 2006 год. Журнал учета работы сотрудников. Даты, фамилии, подписи. В журнале упоминается земная станция спутниковой связи «Приморец НЦ-01», которая применялась в автоматизированной системе магистральной спутниковой связи для силовых ведомств России. Эта система используется и по сей день, но построена она на более современной аппаратной базе и имеет специально выделенный только для нее частотный ресурс на нескольких космических аппаратах военного и гражданского назначения, расположенных как на геостационарной, так и на высокоэллиптической орбите. Она предназначена для передачи больших объемов информации в интересах органов государственной власти и силовых ведомств. Особенностью такой системы является то, что она осуществляет автоматизированное назначение рабочих частот при создании спутниковых каналов связи. Уничтожить. Интересно. Папочка с надписью «Уничтожить». Технические условия распространения распространяются на станцию и указания станции, это правда лохматым, 91-м годом, 19 ноября 91-го года. От таких папочек тут целый шкаф, который носит он. Благополучно валяются технические данные. Электропитание аппаратуры станции осуществляется от двух гарантированных трехвазных сетей напряжением 380-220. Целые шкафы документации, просто целые шкафы. В соответствии с утвержденным порядком списания учета вооружения, военной техники, других материальных средств, вооруженных силах техника выслужил установленный срок эксплуатации. Приказ Министерства обороны от 2014 года и ее фактическое состояние соответствует предельному крайнему. Ремонт по причине моральной старости и отсутствия элементной базы нецелесообразен. Исходя из вышеизложенного техника, связи подлежит списанию и установленным порядком. Перечень техники связи войсковой части. Соответственно, здесь идет приложение, выписки из приказов, копии протоколов. Похоже, это помещение помогло немножечко пролить свет на последние годы этого места. И закрыто оно было в связи с признанием техники морально устаревшей. Ну и параллельно с этим из-за аварийного состояния оборудования и самого здания, которое на протяжении последних более 10 лет не подвергалось к какому-либо серьезному капитальному ремонту, о чем акт мы видели. Я его зачитывал, мы его сфотографировали. В конце ролика вас ждет ответ на весьма щепетильный вопрос о тех материалах, которые нам довелось найти внутри. Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца и напишите свое мнение об увиденном в комментариях. Нам будет очень интересно узнать, что вы об этом думаете. А вот это вот носителем было когда-то информацией для ЭВМ магнитная лента. Вот на таких магнитных лентах тут проводилась запись вместо жестких дисков. Когда-то были еще перфокарты в те же времена примерно. И тут же со старым помещением соседствуют комнаты, где сделан такой свежий веселенький ремонт в звездочку. Но не даром космические войска. Вот тут уже помещение технического назначения. Собственно, мы сейчас и находимся где-то под тарелкой. Видимо, здесь требовалась серьезная система охлаждения. Да, вот здесь, видимо, и сидела дежурная смена, скорее всего. Уголовка мер безопасности. Срочность выполнения работ не является основанием для нарушения правил мер безопасности. Вот тут тоже интересно документация в счет доработки 0-4 средств смены спутниковой связи связь в январе 2007-го. Тогда еще такую документацию от руки писали. Хотя, конечно, должны были данные, которые снимались с оборудования, должны были заноситься уже в компьютере, естественно. Это чисто какая-то документация смен расчетов, которые дежурили здесь. И вот интересно, на март 2008-го уже графы не заполнены. Заканчивается на феврале 2008-го года. А вот это куча шлейфов. Здесь на пультах мы видим полностью аналоговые приборы, аналоговые циферблаты, которые показывали значения часов, минут, секунд, высвечивались цифрами. Здесь же, вероятно, был такой же аналоговый циферблат. Азимута запрещается вынимать и вставлять ячейки при включенном напряжении питания. А ячейки, очевидно, вот это вот располагались здесь, снизу. Пульт управления аппарата, схема резервирования, схема приказа к боевому посту, и вот здесь вот их кодовые наименования график дежурства на апреле 2009 года. Ну и, конечно, газовые резаки. Аварийным состоянием. Собственно, мы добрались до самого интересного, аварийное состояние. Да, тут уже скоро, наверное, аналог пещерного жемчуга начнет образовываться. и вот мы уже почти добрались до тарелки. Давай по кругу пойдем сначала. Ключик, покажи. А вот то, что светилось около граффити. Вон, с вами, сзади. Ну что, пошли по лицам. К сожалению, на антенну, расположенную с этой стороны, нам выбраться не удалось из-за проблем с лестницей. И мы отправились в другое крыло здания. Интересный прибор, вообще, как на весах. Килограмм, сантиметр, квадрат. Давление. Инструкция по эксплуатации. Шкафчик, естественно, пустой. Отправляемся к другой тарелке. Еще одна комната, где был, похоже, какой-то пульт управления. Опять же, плакат о правилах и мерах безопасности. В основном, он касается работы с электричеством. Корпус от старого телефонного аппарата. Считывание, циркуляция, резерв, входы, выходы, контроль. Заман, газета. 1990 год. И опять же, шкаф с массой документации. Предприятие, почтовый ящик, оборудование, звуковые системы распределения телевизионных программ, агрегат контрольный малый, устройства и блоки. Ну и книга с описанием, электрическими, принципиальными схемами. Сколько же документаций сотрудникам здесь приходилось заполнять вручную во времена работы этого центра космической связи. Портки прапорщика. Здесь же опять мотки колючей проволоки. Большинство помещений пусты. А тут даже засекла такая немаленькая лужа, что лишний раз свидетельствует о том, что акт, составленный об аварийном состоянии, здание и оборудование полностью соответствует действительности. И на сей день никакой ремонт не проводился. здесь плакаты, которые повествуют о сражении под Москвой во время Великой Отечественной. 74-го года. Ящичек хороший. Опись укладки ящика. Кому интересно, поставите на стоп-кадр и посмотрите, что же в этом ящичке было. Мы добрались до забутовки и отправляемся обратно вдоль основания антенны. Здесь такой коридор, который опоясывает основание вот этой антенны. Чего здесь только нет какого барахла. А сейчас мы в техническом помещении под помещении, где находятся основания как бы локаторы это основание тарелки. Здесь проходило теплое водоснабжение. Причем вот на некоторых швах даже кажется еще вода капает. Это не конденсат, а собственно из этих труб сочится вода уже разморожена. А здесь была мощнейшая установка, которая поддерживала заданную температуру помещений, где находилось с основания антенны. И здесь же вот по таким кабель-каналам заходили кабели внутрь помещения антенны. Ну и не могут не радовать надписи. Ровно мая 87-го года Саратов 91-го или 81-го осень 81-го Оренбург 91-й ДМБ 91-й ДМБ 87-й В общем служивые здесь срочники служивые здесь отметились в советские еще времена. И вот мы у основания в основании в корпусе основания второй антенны. Тут немножечко по-другому все было устроено. Интересно где здесь был привод. Вот он наверное мотор здесь был. Вот там похоже у основания был эдуктор. Подобие вот это основание наподобие ванта держится. Да. Оно подвешено вот на этих стальных собственно вот эта центральная площадка она подвешена стальной арматуре. Кажется что это карабака по которым подходила подходили кабели. То есть это не является несущей конструкцией. Любимая в Советском Союзе плитка стеклоблоки. Вот тут видимо как раз находились редуктора этой антенны. Доступ через люк осуществлялся. Эй, мы все-таки поднялись на самую вершину этого здания забрались на саму тарелку и даже успели почти словить закат. Вау! Залезть А, блядь, чуть-чуть не хватает, а? Главное, не принадлежать. Теперь давайте вернемся к найденным нами документам. Все эти бумаги были рассекречены через несколько лет после закрытия этого объекта. Вся прочая информация, озвученная в этом видео, была получена из открытых источников. Но на самом деле такие объекты скрывают еще немало интересного из истории военных и силовых структур России. Мы с нетерпением ждем в комментариях ваше мнение по этому поводу, а чтобы помочь в продвижении нашего канала, обязательно ставьте лайк под этим видео и поделитесь им с друзьями. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!